Сегодня Аким в столице до самого вечера отвечал на вопросы горожан. Отчетная встреча градоначальника с населением выдалась весьма насыщенной. Кто-то эмоционально критиковал качество столичной медицины, а кто-то просил Жениса Космбека вернуть украденный велосипед. Евгений Дубинский сейчас обо всем расскажет. Отчетные встречи нынешнего Акима в столице запоминаются не столько ответами градоначальника, сколько эмоциональными вопросами горожан. Вот и сегодня место встречи чем-то напоминало кинотеатр, кто-то в ожидании шоу решил даже перекусить, тем временем в зале становилось все меньше свободных мест. И вот уже один из первых вопросов и сразу же критика в лоб. Какую работу делают? Они фотографируют, показывают. Это все вранье. Я скажу, надо что показывать на месте, проверять. Я сказал, лопату подними, поднимай лопату, даже лопатой ногой делаю, корни вверху болтаются. Жаловались сегодня астанчане не только на безответственную работу по озеленению столицы, но и на городские больницы. По словам пожилых жителей, часто, чтобы пройти то или иное обследование, им приходится ехать из одного конца города в другой. Женес Косымбек проблему признал и даже назвал одну из главных ее причин. Во всем виноваты не местные. Исходя из того, что мы столица, у нас порядка 25% коек сегодня занимают иногородние. Это жители Коша, Талабкер, с других районов, со всей страны приезжают. Потому что здесь более современная медицина. Эта работа будет продолжаться. Аким добавил, что уже больше 10 лет в столице не строились многопрофильные больницы для взрослых. Градоначальник пообещал, что в ближайшее время местные власти начнут активно их возводить. Тем временем техперсонал Акимата то и дело не мог разобраться с оборудованием. Просьба, не отключайте микрофон и потом включить не можете. И даже на такие вопросы Аким сегодня терпеливо отвечал. Своровали велосипед. Я сама нашла вора, сама нашла, где он живет. Велосипед изъяли и уже год мы не можем его забрать. Куда можно обратиться кому? Дознаватель трубку не берет. Приходили сегодня к градоначальнику и с передовыми предложениями. Правда, и они в итоге почему-то превращались в претензии. Просто так я никому ничего не отдам. Я могу озвучить, что это в подарок. Это мои знания. Но просто так кто-то зарабатывает на моих мозгах. Спрашивали Акима и о нехватке школ. Женес Касымбек заявил, что сейчас в городе учебные заведения активно строятся, но и приток населения не стоит на месте. Отчетная встреча Акима с населением началась после обеда и продлилась до самого вечера. Градоначальник успел ответить на десятки вопросов. А спрашивали сегодня у Женеса Касымбека, пожалуй, обо всем. От проблем с канализацией до непорядочных застройщиков. Все эти вопросы Аким пообещал решить или обсудить. Все детали при личной встрече. Евгений Дубинский, Тимирлан Нуртаза, Столичное бюро КТК.